Приветствую вас, Катерина. Я думаю, что начать разбор вашего вопроса стоит с того, что конкретно вам хочется, что конкретно вам нужно, ради чего вы возвращаетесь снова и снова к этому мужчине, с которым вы живете вместе. То есть вы сами снова и снова к нему возвращаетесь. Совершенно очевидно, что есть некие причины, по которым вы это делаете. Есть некие цели, которые вы преследуете. Есть некие желания, которые вы хотите удовлетворить. И именно они, эти желания, выступают здесь двигающей силой для всей этой ситуации. То есть вы все это терпите, вы со всем этим миритесь, вы все это стараетесь выдержать и со всем этим справиться, только потому что вам чего-то хочется. Вот. И вы не раскрываете здесь своей субъективной стороны. Вот. Но, как я думаю, что частично, вот именно частично, ответом на вопрос является то, что мужчина говорит, что он идеален, и что на него нужно молиться, и что другого лучше вы не найдете. Вот я думаю, что мужчина, он здесь попадает в нужную точку, да, вот в нужное место, он попадает в саму цель, потому что он действительно подтверждает уже вашу позицию, что вам не найти такого человека больше, как он. И вы сами думаете, а найду ли я лучше кого-то, да, а буду ли я с кем-то еще, а будет ли мужчина, который захочет быть со мной. Ну, я думаю, что это один из вариантов, да, это такая вот часть, часть картины общей целой-целой. Вот. И понятно, что здесь идет обесценивание вас самой. Понятно, что здесь речь идет про то, что вы нуждаетесь в мужчине, вопрос только в том, для чего и зачем. Вот, опять же, об этом вы ничего не пишете, не раскрываете никак. Ну, вот, именно ваша потребностная сфера, она, а точнее, ее неосознанность вами, не структурированность, ее отсутствие контакта с ней порождает в том числе, вот ваши недоровые отношения. Ну, понятно, что дело здесь не только в этом. Понятно, что дело здесь еще и в том, что вы, как бы, в глубине своей души, вероятно считаете, что мужчина вправь относится к вам вот так, как он относится. То есть, ну, ну, то есть, кредит на вас, да, и прочее, прочее, прочее. То есть, вы, конечно, с этим будете не согласны, вероятно, вероятно всего. Но, я думаю, что именно такое, именно такое отношение к вам вы и считаете для себя, ну, может быть, не единственно верным, но вы считаете себя достойным такого отношения. То есть, вы сомневаетесь в том, достойны ли вы лучшего, вы сомневаетесь в том, достойны ли вы большего, вы сомневаетесь в том, достойны ли вы другого. Иначе, вот как еще допустим объяснить то, что вы не вышли из этих отношений, а сами по своей инициативе в них возвращаются. Я думаю, что у вас есть основания возвращаться в эти отношения. Весь ваш текст, точнее его такая первая половина состоит из жалобы, из жалобы на мужчину, вот, и жалобы на как человека, да, то есть вы жалуетесь на своего молодого человека, вот, говоря о том, что вот он такой, вот он ведет себя вот так, и вообще он, грубо говоря, там, не ценит, да, то, что я, значит, для него делаю. Вот он вот не ценит, он не ценит, он, там, матом на меня, вот, значит, ну, кричит и прочее, прочее, прочее. Это жалобы на человека, это жалобы на человека. И, на мой взгляд, здесь вы, конечно, в какой-то степени вы перекладываете ответственность с себя на него за то, что происходит, ну, вот, с вами, за то, что происходит с вами. Вот, потому что, ну, вы выбираете мужчину сами, да, вас, в принципе, вряд ли кто-то, ну, заставляет быть с этим человеком, да, вряд ли, кто-то, эм, заставляет, эээ, с ним, эээ, в отношениях, эээ, находиться и так далее. То есть вы это делаете, эээ, если делаете, то вы это делаете, ээээ, сами, сами. Вы это делаете, потому что, эээ, вам так хочется, вы это делаете, потому что, вы в этом, ээээ, заинтересованы. И вопрос, ээээ, здесь, который нужно, опять же, опять же, задать вам, это вопрос, эээ, такой, эээ, в чём именно вы заинтересованы и чего именно вы хотите, в чём именно вы нуждаете, эээ, понимаете? Вот. Эээ, какие именно, эээ, там, допустим, ээээ, цели, да, вы преследуете. Какие именно цели и желания вы преследуете. Вот. Эээ, мне кажется, кажется, что это очень важный момент, ээээ, и, эээ, как любой, в общем-то, такой вот зависимый человек, вы, ээээ, обесцениваете себя, вы идеализируете другого человека, вы, ээээ, думаете, считаете, что, эээ, не сможете обойтись, ээээ, без, эээ, мужчины, что вы не сможете быть, 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 без него, а вот, что вы, ээээ, не справитесь со дна, что, что вы, что вам будет тяжело одной и прочее, прочее, прочее. Вот. Ээээ, вот это вот такая вот действительно классическая, ээээ, классическая такая форма, ээээ, ну, зависимости. Вот. Ээээ, но, но, ээээ, у этого есть и эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ ну, и не уходя от человека, да, не отглодясь с ним эмоционально, вы можете сохранить отношения, как мне думается, вот. Но для этого нужно изменить своё поведение, для этого нужно изменить своё поведение, для этого желательно изменить своё отношение к, вот, ситуации, которая происходит сейчас. И если вы это сделаете, если вы сможете это сделать, вот, то я полагаю, что ваши отношения могут ещё, значит, ну, могут иметь потенциал, потому что он говорит, что безумноваться любят, в принципе, ну, в принципе, оснований ему не верить у меня нет. Именно вот каких-то таких вот действительно серьёзных оснований у меня нет. Другое дело, что любовь, да, она требует определённой коррекции здесь, вот. Это правда, это правда. Любовь требует определённой коррекции, это верно. То есть требуется как-то вот подкорректировать всё-таки то, как, ну, как вы выстраиваете отношения. В первую очередь, ваше поведение требуется, на мой взгляд, подкорректировать, да. Вот, вопрос, что заключается только в том, да, вот, хотите ли вы этого, что есть, ну, хотите ли вы в этом забираться, потому что вы говорите, что ищите специалиста, который поможет вам из этого вот выйти, да, но вопрос здесь, он заключается в том, по какому критерию вы выбираете специалиста, потому что, в принципе, любой, любой специалист, да, он может вам помочь, вот. Любой вообще специалист, может помочь вам, там, условно говоря, вот, вашу проблему решить, решить, вот. И здесь тонкость, вот, вся в том, чтобы решить для себя, хочу ли я всё-таки, ну, что-то делать, хочу ли я решать проблему, вот. Потому что, ну, потому что, на мой взгляд, затягивает, когда вот находишься в определённой такой, ну, порочной ситуации, да, это затягивает, это затягивает, и как бы уже думаешь, что всегда находился вот в таком, ну, в такой позиции всегда, думаешь, что всегда находился в такой позиции, когда жил так, вот. Дальше, значит, как быть дальше в отношениях пишите, вы не знали. Ну, как быть дальше в отношениях, тут очень важный момент, чтобы что, да, то есть, вот, как быть дальше в отношениях, чтобы что. То есть, ну, вот, цель-то какая, именно цель, именно цель какая, чтобы что, быть в отношениях. Потому что от, не побоюсь этого слова, вашей цели, да, от вашего целеполагания зависит то, в каком направлении вы будете двигаться. Но тут, тут по-другому просто не, ну, по-другому это просто не получится. Вот. Дальше идём. Ссоримся каждые две недели. Здесь психологическая игра скандалов. Я рекомендую вам её, вот, психологическую игру скандалов поисследовать, потому что она, психологическая игра скандалов очень наглядно показывает, что с вами происходит, именно, вот, с вами, именно, вот, в ваших отношениях. Вот. А я скажу пока, что психологическая игра скандалов проистекает из страха людей перед эмоциональной близостью, и, по сути, сексуальной близостью тоже. Вот. Хотя, вы можете, ну, вы можете быть с этим, ну, не согласны. Вы можете быть с этим не согласны, в принципе. Вот. Но, тут, как бы, ситуация-то не меняет, да. То есть, вы, ну, вот, вы, вы преследуете, да, психологическую игру скандалов, преследуете её. Вот. И, я полагаю, вам будет самой несколько уже более понятно, что происходит. В, ну, в отношениях с вами, между вами, да, и мужчиной. То есть, если вы ссоритесь, то, значит, если вы оба ссоритесь, значит, вы тоже вносите, ну, как бы, свой вклад в конфликт. Живём вместе с его несовершеннолетним сыном, который совсем не самостоятельный. Опять же, смотрите, вы выбираете то, с кем вам жить. И, да, конечно, сын не самостоятельный, это понятно. Но, вы знали, на что шли. Вы знали, значит, с кем, ну, выступаете в отношениях. И мне здесь, конечно, несколько сложно сказать, как происходил процесс вашего выбора. То есть, вы надеялись, что сын станет самостоятельным. Вы надеялись на какие-то перемены. Ну, вот. Или... Или что? Или что? Вот. Мне кажется, что надо этот момент как-то вот раскрыть. Чтобы вам было, ну, как-то вот более для себя хотя бы понятнее, с чем вы имеете дело. Вот. Дальше. Постоянно упрекают меня в том, что я не готовлю, убираю, стираю. Ну, тут нужно смотреть, как эти уборки появились. Я все это делаю, кроме уборки в комнате, в его сына. Работаю, приходим с работы поздно, ищи, убираем посуду, все прочее. Скупность поставил его сын. Вещи сына стирает бабу вручную. Нет возможности купить стиральную машину. Наши вещи я отвожу на стирку к родителям. Ну, то есть это просто, вот вы констатируете свой быт. Ваше отношение к этому не пишите. Когда я ему сказал, что ребенок не самостоятельный, поругались так, накричал на меня матом и оскорблял. Это не первый раз. Ну, а как выстраивалось ваше отношение к его не самостоятельному сыну, почему вы вначале его принимали и принимали реальность, в которой живет мужчина, отец, сына и сына. А потом нет. Вот. То, что он накричал, на вас в виде толстует о его не принятия этой ситуации так же. Это не первый раз, что он сказал, что надеется больше не увидит и не услышит меня. Не очень понятно, в каком контексте вы это написали, да. То есть не очень понятно, что иметь в виду мужчина. Вот. Это я, честно говорю, не очень понятно. У него есть сложности с работой. И когда я до встречи со мной рассказывал, как баловал свою жену и детей, в каком контексте он рассказывал. Короче, работа была, потом бизнес. Затем он все потерял, жена ушла. Он проведен 4 года, помогает финансовому как могу. Зачем? То есть здесь вот вы, есть ощущение, да, что вы, ну, чересчур вкладываетесь в человек. Чересчур. То есть есть ощущение, что вы что-то делаете для человека в надежде получить какую-то обратную связь, да, и вы этого не получаете. Из-за чего у вас, в общем, возникает такое вот ощущение фрустрации, вот. Очень важно, очень важно определиться для себя, да, с этой историей. Чтобы не делать тех вещей, которые, ну, больше, чем вы можете себе позволить. Обращивает сейчас за жилье, что снимаем. Направляет в свою машину, отдает ему, думает, что она ему нужнее. Готовлю сюрпризы и подарки для него. А есть ощущение, что вы здесь как бы жалуетесь, говоря, что вот, я для него столько всего делаю, а он не ценит, там, и так далее. То есть вот есть, есть такое ощущение у меня. Вот. Я могу быть не прав, но такое ощущение у меня здесь присутствует. Опять же, в первую очередь вам нужно определить с кем, для чего вы всё это делаете. Ну, значит, если вы это делаете, опять же, просто, чтобы сделать человека счастливым, счастливым, это одно. Если вы это делаете для того, чтобы получить что-то для себя, это другое. И вот тут очень важно понять контекст, с которым вы это говорите. Пока выглядит так, что вы здесь действительно жертвой, вот, вы здесь, ну, вы здесь действительно выступаете как жертвой, в этой вот ситуации выступаете как жертвой. И, значит, нужно преследовать этот момент. Дальше. 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 Так. Он, он грустит, оставляет меня в момент ругания, но человек находится на эмоциях. Говорит, что достало и позорю его. Как и чем? Как и чем позорите его? В то же время, в момент достичь и говорит, что безумно любит, заботится обо мне, отношение не здоровое. В чем? Уходил на сто раз, снова возвращалась. Почему возвращались? После ссоры он мне звонит, не пишет. А должен. Часто возвращался к словителям, потом снова к нему по своей инициативе. Зачем? Не знаю, что делать, что делать, чтобы что? Можно набрать силу и уйти, не получится, пока вы не отдаете себе отсчет в том, чего вам хочется. Какая у вас, какие у вас потребности. Он мне сам поведение ничего не хочет. Говорит, что идеально, на него молиться нужно. Лучше его я не найду. Но здесь я бы предположил, что вы общаетесь с нарциссом. Такой нарциссический тип личности. И, соответственно, вы себя обесцениваете. То есть глобально вы себя обесцениваете. Вот. У вас низкая смолтанка, и вы боитесь одиночества. Так. Буду рада советам. Ну, психологи не дают советов, Катерина. Вообще, ищу специалист, который поможет меня вытащить из этого данного круга. Она не справляет. Ну, здесь, как правильно сказал Кудрячев Игорь Леонидович, вы ищите спасителя. Сами вы жертва. У вас есть преследователь мужчины, и вы ищите спасителя. Вот. Из руководника Гартмана нужно выходить путем принятия личной ответственности. Вот. В первую очередь, это работа с личной ответственностью Катерины. Вот. Эммм. Такой примерный ответ, эммм. Можно вам дать. Эммм. Не обдумайте, что у вас получится уйти. Потому что если вы могли уйти, вы бы шли. Эммм. Здесь нужно больше с вашей субъективной стороной. Взаимодействовать. Эммм. Стараться исследовать ваши чувства, отношения, мысли, страхи, переживания. Вот. И. Поведение. Вот. Поведение, по которому вы выстраиваете отношения с эммм. Человек. Эммм. И самооценка. В первую очередь это самооценка. Эмм. Во вторую очередь это, наверное, страх одиночества. И в третьей это обоценивать. Обоценивать себя. Ну, там. Эмм. Посмотрим, в каких это, эммм. Эммм. Пропорциях находится. Я думаю, будет все видно. В катерике серина. Вот. Эмм. В целом. Вы не задаете вопрос. Кроме одного. Может надо набрать силы и уйти. Таким. Это не вопрос. Да. Это не запрос. К психологу. А запроса к психологу у вас нет. А запрос вот выйти из этого замкнутого круга. Да. Но. Зачем? Зачем? Вот. Зачем вам выходить из этого замкнутого круга? Для чего? Что вы будете делать? Эм. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.